всем добрый день рада вас приветствовать сегодня хочу вам по быстренькому показать как отделить деток от материнского листика вот выросли вот такие вот шикарные деточки здесь их три штучки две крупненькие 1 вот такая вот маленькая ну мы ее тоже будем отделять значит так с размерами понятно да вот таких вот уже можно уже даже нужно не то что можно нужно что мы делаем перед тем как вы планируете отделять деток от материнского листика желательно чтобы грунт был подсушен и не засушен а подсушен слегка то есть чуть-чуть влажный чтобы не обрывались корешки вот так вот обминаем стаканчик достаем осторожненько таким вот образом так ищем материнский листик вот он тянем его за аккуратненько за листовую пластину вот детки вот эти две вместе расправляем листочки чтобы не повредить ничего и вот так вот растягиваем их в разные стороны так что дальше дальше расчесываем корневую систему чтобы у нас никаких лишних корешков от материнского листика не осталось а то будут подгнивать так вот все это вот это все корешки деточные так что мы здесь еще делаем так видно да вот два маленьких листика они нам не нужны и мы их сразу снимаем раз осторожно делаем аккуратно чтобы не повредить стволик все два ненужных листика сняли вот такие детки остались так раз с этой деткой отставляем так здесь точно также расчесываем боже у меня тут зверь там не ползет котенок так не мешай мне мордочка так все вот так вот осторожненько аккуратненько маленький листик у нас мы его берем и убираем все я иногда подрезаю длинные корешочки у детки иногда нет чем-то если очень длинный такой хвост я его подстригаю если не длинный хвост а вот такой вот вот такие корешки то я ничего не трогаю так с этим понятно а здесь у нас одна маленькая детка отдираем лист немножко так вот подчесываем и не знаю я может и не буду ее садить не буду я не буду ее садить у меня этого сорта достаточно вот там еще один листик есть детками но вообще даже вот эту маленькую детку можно посадить заглубить по первые листочки на вот этом голеньком стволике вырастут корешочки и детка будет буквально через месяц уже взросленькой крупненькой стаканчик для такой детки лучше всего выбрать 50 граммовый то есть маленький в большой садить не нужно так покажу вам вот эту вот мордочку которая мне мешает работать вот она такая мордушка так иди отсюда так две детки я буду садить беру я вот такой вот 100 граммовый стаканчик грунт у меня в последнее время я пользуюсь составом грунта верховой торф классом перлит просеянный через сито соотношение я делаю 60 процентов перлита 40 процентов торфа все на глаз ну где-то так даже 70 бывает в моих условиях я поняла что именно такой состав грунта лучше всего так на дно стаканчика я проделала фитильную нить потому что потом когда детки подрастут когда у них появятся корешки в стаканчике я их буду переставлять на фитильный полив так понятно да кстати как фитильная нить у меня с раньше я пользовалась капроновыми колготками а сейчас думаю ну что же до сих пор с колготками некрасиво в общем-то перешла и на вот такие вот акриловые симпатичные ниточки они неплохо тянут водичку вот поэтому в последнее время я практикую продевать фитильную нить именно по дну стаканчика я чаще всего укладывала колечком колечком это как продеваем ниточку так котенок мне котенок мне немножко мешает конечно продеваем общем-то продевала раньше я ниточку вот так сюда где-то ложку грунта и потом вот так вот колечком фитильную нить саму и дальше снова грунт то сейчас вот попробовала вот эти акриловые нити хорошо тянут воду и протягиваю в общем-то по дну почему сменила так скажем перешла с колечко на фитильную нить по дну потому что когда укладываешь колечком бывает нечаянно достаешь стаканчики это фитильная нить в общем-то выскакивает а когда она вот так вот по дну ложится уже ее хоть как-то стаканчик не аккуратно будешь доставать она не выдернется так понятно да грунта насыпали делаем вот такое вот углубление стаканчики и ставим сюда деточку так недостающий грунт недостающий грунт досыпаем осторожно аккуратно стараемся не трамбовать чаще всего у меня грунт предварительно увлажнен это я делаю для того чтобы сразу не поливать деток потому что лично в моей практике если я сразу деток полила либо вот листик укоренила и сразу полила часто бывает такое что что потом идет загнивание вот эти все пересадки укоренение это же как все равно мы что-то где-то нарушаем где-то какие-то микротрещинки и вот полили чуть-чуть не под рассчитали с поливом либо условия какие-то не сошлись то есть где-то жарко где-то холодно в общем то где-то освещение не додали и начинается вот это да даже в тепличку если ставишь конденсат потом какой-то лишний собирается и от повышенной влажности идут всякие разные нехорошие вещи а потом в общем то мы все это выбрасываем поэтому я взяла уже давно заправила грунт увлажнять предварительно в общем-то заглубляем по первые листочки вот и все вот эта деточка у нас готова точно тоже самое абсолютно точно тоже самое делаем со 2 вот так вот все это быстро да кстати не забываем подписывать сорт вот подписываем сорт имеется ввиду на стаканчиках стикерами либо палочками боже что что делаешь кисюня что меня все из царапал уже такие вот зверюшки у меня в доме живут прыгают носятся скоро должны их забрать наконец-то то они у меня под задержались что-то мордочки эти хвостики так все точно также по первые листики что касается вот что дальше с этими детками делать ставить их в тепличку или нет если у вас сложности с поливом вы работаете у вас мало времени либо просто не умеете поливать а вот поставьте в тепличку на недельку в тепличке создадутся условия такие влажные хорошие микроклимат это позволит деткам адаптироваться после вот такой вот отсадочки вот ну а вам за это время научиться поливать а так я же уже как бы ну я у меня есть время на полив так скажем да и этот листик у меня уже с детками стоял давно без теплички поэтому я уже в тепличку их ставить не буду где-то вот в моих условиях через день через сутки буду поливать по верху горшочка как только корешками оплетется грунт в этом стаканчике я увижу уже сквозь прозрачные стенки корешки я сразу этих деток буду ставить на фитиль на фитиль и ждать цветение так вот такой вот мастер-класс вам показала кому понравилось ставьте лайки пишите свои комментарии на этом всем всего доброго до свидания